Сегодня в зале Краеведческого музея собрались ценители искусства. Первая экспозиция молодых художников Александра Симаченко и Дмитрия Гусаковского не может не радовать глаз посетителей. Представлено более 80 живописных полотен, на которых изображены самые колоритные места не только Белгорода-Днестровского, но и всей Бессарабии. Для городских это романтика, наверное. Также обратить внимание городских на те моменты пейзажа, которые у нас в городе, какая красота есть, пусть я клянулся, не надо ездить в Грецию, можно тоже очень много красивых мест. Акерманы по сегодняшний день открывают новые таланты. Молодые бессарабские живописцы запечатлели на своих полотнах богатство красок, солнечный свет и тепло. Улочки и дома – исторические памятники города, скверы и улицы. Все эти красоты нашего края нашли свое место не только на картинах художников, но и в их сердцах. Мне нравится и привлекает, и вдохновляет какой-то особый колорит. Особый колорит в воздухе, в архитектуре, в людях. Люди у нас, жители Бессарабии, они не такие, как в Крыму, допустим, не такие, как в Херсонской области, как в Николаевской области. Одесситы, жители Одесской области, бессарабчане, они нестандартные, они самобытные. И они наделяют, одушевляют каждый уголок, каждый село, каждый город чем-то таким самобытным. Главным, что объединяет художников прошлого и современников, безусловно, является искренняя любовь к богатой природе нашего края. Это умение писать не только кистью, но и сердцем. Александр Симаченко и Дмитрий Гусаковский многогранны в своем творчестве и манере его исполнения. Их картины не могут не запомниться простому зрителю. Я выросла в этом городе, я знаю, все, в принципе, выразили себе эти уголки. И действительно, передан характер города очень хорошо. Действительно, очень хорошая работа. У меня родители художники, то есть я знаю, что... Замечательная, прекрасная выставка. Мне кажется, каждый, вот когда проходит здесь, и каждый узнает свои дворики. Самое интересное. Действительно, ребята молодцы. Краски тебе передали, которые действительно не по жизни у нас есть. Достаточно яркая палитра. Человек, видно, что эмоциональный, открытый. Александр, мне кажется, наоборот, задумчивый человек. Почему-то мне так показалось. Ребята молодые, инициативные, явно одаренные. Закерман действительно, судя по всему, интересный город. Вот, и история. Жива, люди это видят, это очень хорошо. Вот, жалко, что не видят, пока не видят правительство. Хотелось бы отметить, что картины с экспозицией «Живописная Бессарабия» можно купить. На вырученные деньги художники планируют приобрести музыкальный центр в Белгород-Днестровский детский дом. Александра Чумаченко, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.